Вы смотрите программу «Здоровые и знаменитые», ведь в наши дни понятия «звезда» и «здоровье» уже почти стали синонимами. Мы рассказываем истории знаменитостей, для которых «велнос», то есть благополучие и хорошее самочувствие, это осознанный выбор и обязательные условия достижения успеха, как в карьере, так и в личной жизни. Вы всегда сможете последовать их примеру, измениться сами и изменить свою жизнь к лучшему, какие бы преграды не ставила вам судьба. Героиня светской хроники, выдающаяся спортсменка, жена главного провокатора нашей страны Павла Воли. Лейсан Утяшева всегда притягивала к себе взгляды и вызывала бурю обсуждений своим поведением. Обычная работа шоу-бизнесмена, позволяешь мужикам рыться у тебя сзади. И живой жене заправляют провода в районе Ануса. Так, надо, слышишь, Лязь, есть такой спортивный принцип, есть отфигительный, заканчивай на самом пике. Как вырубается, черт. Гордость нации, завидная невеста, артистка балета, счастливая мама и жена. В каких только ипостасях не выступила эта восточная красавица. Лейсан очень открытая, очень добрая. Если она видит, что она может словом помочь, то она, мне кажется, всю свою энергию выкладывает собеседнику. И даже сейчас, спустя 10 лет после ухода из художественной гимнастики, Лейсан продолжает ассоциироваться со спортом, грацией и изяществом. Целеустремленность, жажда победы, стойкость и выдержка вдохновили Утяшеву на создание собственной школы, для желающих всегда оставаться в отличной форме. Привет-привет. Если ты хочешь выглядеть в 50 на 40, в 40 лет на 30 и в 30 на 20, тебе точно к нам. Я научу тебя правильно питаться. Расскажу, как нужно есть сладкое и какие овощи самые полезные в мире. Все заговорили, что теперь воля будет сильнее. И, соответственно, сила Павла Алексеевича воли – это я. А моя – это, понимаете, моя сила в воле. Не знаю, может, и мне пришла идея, но толчок-то был от нее. У нас разговор просто состоялся, что как-то она начала меня выпрямлять, мне спину. Я знаменитый горбач, худач и всякая прочая фигня. И в какой-то момент уже и я ее попросил. Она сказала, что типа, ну давай уже займемся, все, невозможно. Дальше дедушка, дальше к земле будет гнуть. И я начал сам заниматься с ней. И потом в какой-то момент я понял, что у нее методика, система, нифига себе, у нее столько опыта, знаний. И я ей просто сказал, говорю, ты жадина, ты что не делишься с людьми вообще? Давай делись с людьми. И Утяшева стала делиться. Собрала команду специалистов и составила собственную программу силовых упражнений. Разработала уникальную методику эффективной растяжки. И вместе с диетологами подобрала самую результативную систему питания и детоксикации. Главное, все собранные советы телеведущая каждый день применяет в своей жизни. А группа профессионалов, работающие с ней над курсом, состоит сплошь из авторитетных мастеров своего дела. Мы с Лисан хотели дать людям такой жизненный формат, как они могут эту нагрузку поместить себе в образ жизни. Чтобы она не была там на неделю или на месяц, или как мы привыкли на покупку фитнес-карты, фитнес-клуб. Она была постоянная, чтобы это была очень хорошая, правильная привычка, как у нас у всех они есть. Подход строго индивидуальный, ведь у всех свой тип обмена веществ. Система силы воли различает аж три возможных. Плюс никто не отменял возрастной фактор и образ жизни человека. Для тренировок также важна ваша биохимическая структура. Кортизол – это гормон, который вырабатывается в коре надпочечников. При его помощи распадаются углеводы, жиры и белки. Если кортизол повышен, возникают частые головные боли, нарушается сон, подрывается иммунная система, набирается лишний вес, постоянно хочется кушать и угнетается гормон счастья – серотонин. Повышают кортизол кофе, чай, стресс, нервные заболевания, недостаток сна, сильные, повторив, сильные физические нагрузки, прием мелатонина и других медицинских препаратов. Когда кортизол в норме, он защищает наш организм. Когда он повышен, он, соответственно, разрушает. Я советую вам сдать анализ на кортизол. Заслуженный мастер спорта Лейсан на личном опыте убедилась, что чудес не бывает, а потому никогда не обещает своим подписчикам мгновенный и легкий результат. Менять и меняться силоволевцы предлагают постепенно, начиная с корректировки образа жизни и воспитания новых вкусовых привычек. Если ты в какой-то момент себе говоришь «Все, я меняюсь», значит, ты меняешься. Потому что если ты потом втихаря идешь ешь пирожное, чтобы никто не видел, но ты-то сам это ешь, ты-то от себя никуда не убежишь, это же ты ешь, это же твое тело, а второго тела нам никто не дал. И то есть не надо проживать жизнь на черновик и думать, что ладно, я начну в 40 или я начну в 50. Привычки накапливаются, стереотипы оседают и очень потом тяжело от этого избавиться, если не иметь силу воли. Главная философия спортивного учения Лейсан – ты хозяин своих мыслей и желаний. Лень часами тренироваться в зале? Начните с малого. Для тонуса мышц хватит и пяти минут интенсивной физической активности в день. Так что, стиснув зубы, отправляйтесь на коврик и качайте пресс. Сделали 50 раз? Немного отдохните и принимайтесь за упражнение уголок. В нем одновременно напрягаются мышцы ног, спины и даже шеи. Спортсменка гарантирует, что этот ежедневный и достаточно простой комплекс упражнений быстро затягивает. И уже никто не сможет жить без тренировок. Лень вообще – это такая штука дурацкая, она в тебя проникает. Вы должны сразу что-то с собой делать, понимаете? Лень пришла, надо ее выжить. Вот, то есть вы не хотите ничего делать, и надо себя прям пообороть, уничтожить внутри эту лень, выгасить, просто выжить. Вперед, прогибаемся, держим на это положение и считаем на пяти, к примеру. Еще три, два. Человек – странная штука, я хотела это сделать в открытом, просто помогать людям. Вы знаете, что получилось? Что? Не нашло отклика. А как только ты ставишь какую-то минимальную оплату, ну хотя бы для вот модераторов, которые там вот это все делают, да, для, чтобы сайт был, вообще действовал, это тоже нашло отклик. Потому что человек, если заплатил хотя бы копеечку, он ценит эту денежку, и он очень хочет получить за эту денежку результат. Еще одно кредо спортивного проекта гимнастки – все упражнения должны быть универсальными. Не нужно никаких специальных тренажеров или приспособлений. Добиться видимого результата можно даже не отрываясь от просмотра любимого сериала. В какой-то момент вы, как Илья Исан, перестанете себя жалеть. Правда, распрощаться с привычным ритмом жизни придется не только лентяям. Сладкоежек на курсе тоже ждут глобальные перемены. Вот вы представьте, вот поставьте вот это пирожное, и возьмите самое красивое платье, и подумайте, посмотрите на пирожное, на платье. Конечно, сейчас скажут, да я пойду резану себе, отсосу жир и влезу в это платье. Кому нужны такие муки? Вы же сами не будете знать, как с этим справиться. И те диеты, которые предполагают разгрузить себя в выходной день, поешьте много сладкого, залейтесь кока-колой и съешьте чипсы вдогонку. Я не понимаю этих диет, поэтому я просто отказалась от сладкого. Я его заменила. Пастила, изюмчики, курага, горький шоколад, что еще, сахара, не заменители только, а агаву я предпочитаю, либо тростниковый сахар чуть-чуть. Потому что с утра кофе мне очень хочется попить, но только без сливок и без молока. Просто кофе. Все. Худеть и после этого не толстеть, что самое главное, что проблема во всех остальных, так сказать, подобных мероприятиях по скидыванию веса. Ты набрал, схуднул и потом как набрал опять. О боже, тренер или кто там, книжка, хлеб, помогите мне. Вовляясь такая система, что она просто обучает людей тому, как, не обращаясь ни к кому, можно самостоятельно счастливо жить, следя за своим телом, душой и прочими всякими вещами. Что такое одиночная борьба с самой собой и с обстоятельствами, наша героиня знает не понаслышке. С четырех лет она профессионально занимается художественной гимнастикой. Уже там, дома, в Волгограде, Утяшева делает первые шаги к головокружительному успеху. Позже ее талант замечает мама художественной гимнастики в России Ирина Винер и берет под свое крыло. Она привозит Утяшеву в Москву и здесь, на базе в Новогорске, начинает делать из маленькой звездочки спортсменку планетарного масштаба. На пике своего триумфа, во время исполнения одного из упражнений на показательных выступлениях в Самаре, Лейсан получает серьезную травму. Но сперва спортсменка ничего не замечает и продолжает выступление. Перелом же оказывается закрытым и даже рентгенологи утверждают, что повреждений нет. В итоге Утяшеву ждали 8 месяцев упорных тренировок с переломом стопы. Обвинение врачей в симуляции и бесконечная, нестерпимая боль. Поверила девочке только ее наставница Ирина Винер. В 2002 году они вместе отправились в Германию, где врачи вынесли страшный приговор. Левая нога не подлежит восстановлению. Специалисты уверяли, о возвращении в большой спорт не может быть и речи. Более того, постоянная нагрузка во время тренировок сказалась и на правой ноге. В 17 лет девушке светила инвалидная коляска. Именно спорт и дисциплина мне помогли справиться со многими вот этими моими испытаниями. А именно два года костылей, эти многочисленные операции с ощущением, что же будет завтра, никто не знает и никто мне не поможет. И примеров таких было мало. То есть мне смотреть на какую-то там гимнастку или на какого-то человека, который себя достал за волосы, ну, фактически было не на кого. Поэтому приходилось изобретать велосипед заново. Данным по своему таланту, по своим способностям утяживает чемпионка мира и олимпийских игр. В большом спорте большие ставки. И травмы – обычное дело для профессиональных спортсменов. Всего лишь цена победы, ради которой они уверенно идут на риск. Главное – не забывать, за что ты бьешься изо дня в день. Всего два года понадобилось отважной девочке для того, чтобы не просто встать на ноги и научиться заново ходить, но и вернуться в мир спорта. Уже в 2004 году Утяшева в составе сборной взошла на пьедестал. Кто бы мог представить, что после стольких испытаний она оставит спорт? Огромное спасибо всем моим болельщикам за вашу поддержку, за эти письма, когда я была в больнице. Это, знаете, очень трогательно. И на самом деле это показывает, что бывших спортсменов не бывает. В тот момент, после операции, я была уже бывшим спортсменом. И было непонятно, что будет со мной. А моя публика была со мной. И это дорогого стоит. Как мне в свое время сказала Винер, что ты знаешь, да, ты не стала олимпийской чемпионкой, но ты завоевала сердца людей. Это иногда дороже, чем олимпийское золото. Поэтому я всегда буду благодарна людям, которые встречали меня аплодисментами и провожали меня аплодисментами с площадки. В это трудно поверить, но вышкаленная гимнастикой Лейсан не хотела ничего даже слышать о тренажерах и физических нагрузках. Девушка, которая, как и другие гимнастки, на протяжении многих лет каждый свой день начинала с тренировки и взвешивания, теперь тоннами поедала сладкое и больше не обращала внимания на свой внешний вид. Вот в 19 лет пришло осознание прям с залпом, и в какой-то момент я стала очень внутри себя негативить по поводу своего прошлого. Знаете, вот когда внутренний бунт, ты не принимаешь себя, и это очень сильно сказалось и на моей внешности. Я забила. В какой-то момент просто я влезла в пижаму, влезла в спортивный костюм, который без размеров. И, в принципе, так существовало год. У меня была такая, знаете, спортивная депрессия, вот когда ты заканчиваешь, и ты больше ничего не хочешь. И такое полное саморазрушение. То есть у меня была стипендия от спорта, всем чемпионам платят ее. У меня были какие-то еще премиальные, которые там, в принципе, накопились. И я просто лежала и ела. Этой фазой в моей жизни никто не знает, камеры этого не видели. Естественно, тогда не было ни инстаграмов, ничего, чтобы все, в этот момент саморазрушения хоть как-то был где-то зафиксирован. Но он есть у меня здесь, и мои близкие меня тоже видели. Остановить углеводный загул помогла мудрая мама Лейсан. Зная тяжелый характер дочери, она не спорила, не давила, а скорее взывала к ее рассуду. Когда у меня очень много спрашивают, даже на улицах останавливают, а в чем секрет? Почему у вас такая дочь замечательная? Она не замечательная. Нет, ты самый лучший ребенок вселенной, я всегда говорила Лисянке с самого рождения. Вот моя мама, она все это видела, все у нее было это на глазах. Она видела, как я саморазрушаюсь. Но в тот именно возраст, когда твой детский максимализм зашкаливает, знаете, лучше не трогать. Не трогать говно, вонять не будет, как говорится. Прошу прощения, но по-другому не описать. То есть, когда я мазала шоколадное масло на батон, уже третий, за завтрак, мама так на меня смотрела и говорит, Мась, она меня Масей называла. Масянь, а что ты с собой делаешь? Ты сама себя враг, что ли? Так много трудилась, так много старалась, так ты выгребала из этой травмы, так ты худела. Грандиозно вернулась в спорт. Да, ты психанула, да, у нас опять начались травмы, и ты красиво очень ушла из гимнастики. Ну а дальше-то что? Дальше вот она, нормальная, настоящая жизнь. Тебе всего 20 лет. Что ты с собой делаешь? Посмотри. И это был первый урок, который девушка получила на пути к идеальному телу. Худеть в одиночку – не лучшая идея. Для каждого дела нужна команда. И как раньше, когда она тренировалась в сборной, так и сейчас ей необходима группа единомышленников. Причем публика мне очень нравится. 45, 40, 35 пишут адекватные взрослые женщины. 65, писала бабушка, что я спокойно, совершенно, вообще даже не заметила, как сбавила 18 килограммов. Но к этому Лейсан пришла не сразу. Вначале были изнуряющие диеты и срывы. Я начала себя гонять, ну то есть начала прям по-спортивному собой заниматься. Но дело в том, что я это делала одна. И не было тренера рядом, не было команды рядом, не было людей, которые тебя поддержат. И, конечно, были срывы. Ну вот такие прям вот, знаете, работаешь, работаешь, бегаешь с утра, занимаешься, ОФП серьезное даешь, полиэтиленом обматываешься, убрала муку, убрала сахар, убрала все эти подсластители. То есть все естественно, все нормально. И вдруг, понимаете, подружка заказывает тирамису, и ты срываешься на эту тирамису. Согласитесь, знакомая ситуация для каждой худеющей девушки. Из-за таких спадов и физической нагрузки мозг начинает закипать и совсем не слушается. Отсюда появилось второе правило Лейсан. Если ты по-настоящему берешься за себя, то вес должен уходить медленно. Потому что организм должен привыкать к потере веса, он не должен защищаться и не пускать вес. Знаете, как многие говорят, я уже все перепробовала, не ела, делала то, то, то. Да, организм держит. Знаете, как на черный день. Он не отдает. А когда ты потихонечку, потихонечку все это вымещаешь, да, вот замещаешь все свои вредные привычки, заменяешь на полезные. И это не психологическая никакая травма, у тебя нет давления такого жуткого, да. И ты это все делаешь и разбиваешь по неделям. Урок номер три. Влюбитесь в кого-то или во что-то. Второй любовью после гимнастики для нашей героини становится телевидение. Начинала Лейсан, как и большинство работников индустрии грез, простым ассистентом. Но спортивное упорство и вера в себя довели амбициозную девушку до соведущей программы «Главная дорога» на федеральном канале. И здесь, в таком суровом мужском формате, Утяшева не спасовала. Нужно заменить колесо? Нет проблем. Вытащить из заноса автомобиль? Пожалуйста. Ну что, лампочку поменяла? Нет. А почему? Важнее, проблемы нашлись. Проблема в том, что ты доверяешь не тому, кому надо, а кому попало. Я начинала на НТВ стажером. Принеси, подай, принеси чашку, подай, дай сценарий, посмотри, что со светом, прибеги туда. Ну то есть я, в принципе, работала стажером и периодически смотрела, как работают ведущие, чтобы все это понимать. И параллельно еще брала уроки у Алферева Владимира Михайловича, это профессор Гитиса, который учил меня, в принципе, такой, не то чтобы сцен речи, да, а элементарно вычищал для того, чтобы можно было как-то меня, в принципе, когда-то, в какой-то момент интегрировать в кадр. Но он умолял меня о том, чтобы я не теряла свою харизму, вот этот темперамент. Потому что, говорит, ты знаешь, под кальку можно всех подбить, но вот харизматичные, за ними пойдет народ. Можешь даже где-то интуитивно, где чувствуешь, что можно переговорить, оставь на настоящее, оставь, вот попробуй делать все с первого дубля. Потому что первый дубль, он настолько настоящий, и зрители его почувствуют. Быть живой и настоящей она могла только в спортивном зале. Неудивительно, что дальше ее тележизнь продолжилась в программах «Гимнастика со звездой» на телеканале «Живи» и «Вутри» на НТВ. Еще ни один живой концерт не заставлял наших звезд так потеть в прямом эфире. Сядем с вами вот в такую позу, как сумоисты. Это упражнение очень круто подкачивает колени. Да, и вот, значит, вправо, влево, аккуратно, вправо, влево. Достаточно взять вот такую гантель, она ничего не весит, 4 килограмма. Ее можно сетки принести из магазина. Потихонечко, да, за голову, да, и пошел, да. А плюс, Дима, смотри, можно объединить. Значит, тазобедренные вот такие упражнения. Дорогие друзья, не слушайте ее, а. Слушайте меня. Если муж напротив смотрит, причем голый, тогда можно объединить. Нет, понимаешь, все нужно миксовать. В то время Лейсан участвовала во многих проектах. Рекламе кроссовок, благотворительных концертах, танцевальном шоу. И здесь становится понятно, без хорошего тренера и тренировок не обойтись. Ведь практически каждый день в ее расписании были какие-то светские выходы, фотосессии и красные дорожки. Друзья, здравствуйте. Привет. Олимпийские, покричите, поорите, уже билеты куплены, осталось только порадоваться. Паша, я к тебе как к профессионалу. А почему хип-хоперы делают вот так все время? Йоу, йоу. А женщины так ах, ах. Ни разу не замечал, чтобы хип-хоперы делали как вы. Но я думаю, в этом смысл мужчины делать йоу, чтобы женщины делали ах. Все, я поняла. Но, я всегда говорю, волшебная палочка сидит у вас здесь. Очень правильно можно выстроить свой график дня, что вы успеете все и с ребенком, и выглядеть, и правильно поесть, и приготовить. Но если вы правильно поспали, если вы правильно пьете воду, если вы правильную соль применяете в своей пище, морскую соль именно, потому что другая соль, и именно поваренная, это вред. Вы можете подготовить себя к любой тяжелой работе, оправиться от страшной болезни. Но судьба ваших близких вам не подвластна. Жизнь наносит новый удар. Весной 2012 года умирает самый близкий человек Лейсан. Единственный лучик света. Мама. С самого детства только она и мама были вдвоем против всего мира. Я свалилась. Я свалилась совсем. Ну, то есть, все. Я стала таяц. С 50 я похудела до 32. Я не могла ничего есть. И это был самый страшный период. Я половину не помню, если честно. Потому что шок, он был серьезный. Зуля, ее мама, она была нашей подругой. Просто потрясающий человек. Вот, ну, с ней всем делишься. Хочешь рассказать про секс, ты расскажешь про секс. Хочешь рассказать про любимого человека, ты расскажешь про любимого человека. И вот у нас вот такое трио получилось очень душевное. И вот когда, конечно, ушла из жизни Зуля, ну, такая очень большая для нас трагедия была. И меня вытащил Паша. Меня вытащил в прямом смысле с того света, можно так сказать. Своим теплом, своей любовью. И в какой-то момент он просто увидел, что я исчезаю. Знаете, когда человек вроде бы есть физически, а морально его уже нет. И в тот момент мама умерла у меня 11 марта. Я только где-то, наверное, в сентябре пришла в себя. И мы просто расписались. Стали заниматься, как говорится, ребенком. И вот после таких прыжков это чудо, что вообще мне удалось. Но это Богом посланный ребенок. Материнство стало для Лейсан спасением. Жесткий бойцовский характер сгладился. Да и амбиции и цели резко поменяли свое направление. Знаешь, для меня бы была приятна номинация «Лучшая мама года». Кламурная мама года. Не знаю, дива. С точки зрения Лейсан, ее первую беременность нельзя было назвать идеальной. На первом ребенке я ела все, что видела. Вы знаете, вот просто все, что видела. Вот открываешь холодильник, и там просто перечень продуктов. А так как мы перемещались большими компаниями друзей, мы путешествовали очень много, вместе снимали дома, то есть холодильник общий. И там как бы изобилие всяких разных глупостей было. Пирожные, вкусные разные колбаски. Я вот ночью, вот это все. Поэтому за беременность с Робертом я поправилась на 35 килограммов. Я его родила. А вы знаете, что после родов я родила ребенка 400? Вот такая вот была. Вот ну как, я поправилась так, но кости-то они у меня тоненькие, и все узкое. Очень болезненные были роды. Но появился на свет такой гигантик Робертик. И пришло очень много молока. И вы знаете, я прям вот как вот прям меня коровушкой называли. Я кормила ребенка год и два, пока Роберт сам не отвернулся. Он не захотел больше молока. И когда у тебя период лактации, ты еще больше пухнешь. Ты еще больше поправляешься. У меня был пятый размер груди. Я была такая большая, такая прям, прям двойная тетенька. Зато вторая беременность дочкой Софии уже проходила как по книжке. Итог превзошел все ожидания. Лейсан поправилась всего на 10 килограммов. С помощью тренировок и правильного питания Утяшева очень быстро пришла в форму. А уж воспитание малышей превратило в целую науку. Лейсан отправилась в путешествие по всему миру, чтобы перенять опыт мамочек из других стран и узнать, чем они кормят и как развивают своих деток. Отправной точкой ее тура стал Амстердам. В местных парках всегда можно встретить родительниц с активной жизненной позицией. Все начинается с зарядки. А знаете, что самое приятное? Что я не одна мамочка, которая следит за собой. Смотрите, вот там девочки, мамочки занимаются гимнастикой вместе со своими детишками. Для меня это прям бальзам на мою душу. Как часто вы сюда приходите? Мы занимаемся трижды в неделю. В понедельник, в среду и в четверг. В первой половине дня. Дети с какого момента могут начинать делать вместе с мамочками эту гимнастику? Им должно быть не менее шести недель. В идеале начинать заниматься с десяти недель. Для полного счастья мне в данный момент не хватает моих детей. Софии и Роберта, как я по вам скучаю, мои хорошие. Но я знаю, вы в надежных руках, вы с папой. Во время своего путешествия наша восточная красавица посетила и детский музей науки во Франции. Ой, у девочки какой шторм большой. Они сами перебегают, перемещаются от зала к залу. От экспоната к экспонату. С такими вот горящими глазами. Им интересно все пощупать, все потрогать. И разумеется, как простой смертный человек побаловала себя местной кухней. Круассаны! Я потом двадцать раз отожмусь. Нет, пятьдесят. Поработала воспитательницей в немецком детском саду. И испытала на себе все плюсы низкокалорийной ирландской чечетки. А я тоже хочу танцевать. Ого! Вот это да! Эй! Тренировки с Гружининым были не просто так. Представить Лейсан хлопочущей на кухне домохозяйкой сложно. Поэтому неудивительно, что через год после рождения сына она оставляет Роберта на попечение папы и берет на себя ответственность за судьбы десятков подопечных в танцевальном шоу на федеральном канале. Мы начинаем шоу о движении, музыке и настоящих эмоциях. За три сезона проект заработал бешеный успех. И, безусловно, Утяшева поспособствовала рекордным продажам абонементов в танцевальные школы. Хотя сама героиня уклончиво отвечает, что она тут ни при чем. На деле Лейсан едва ли не самый человечный участник проекта. Она всегда поддерживает конкурсантов. Разумеется, в окружении танцующих людей сложно не пуститься в пляс самой. Но надо сказать, что это скорее разовая акция. Утяшева уверена, основной акцент шоу должен быть на конкурсантах. В ее жизни и так было слишком много танцев. Не более того, я не собираюсь и не буду никогда эпатировать, потому что это не женственность, это не женская. Женщина ведущая, она не имеет права перебивать мужчину, она не имеет права строить свое ведение только на выпячивание собственного остроумия. Это вообще неправильно. То есть ты просто помогаешь идти процессу. Но ни в коем случае ты не клоун. А в остальном танцы – прекрасный выбор для тех, кто хочет поддерживать себя в хорошей форме. Во время тренировки напрягаются ягодицы, разрабатывается вестибулярный аппарат и, разумеется, улучшается настроение. Идеальный способ сбросить с себя груз будничных проблем. Но даже во время репетиции шоу Утяшева не забывает о любимой теме. Везде ищет единомышленников по здоровому образу жизни. Скажи мне, пожалуйста, как ты поддерживаешь свою форму? Вопрос банальный, я думаю, что тебя все с этим мучают. Но у тебя на самом деле предрасположенность есть к полноте, но ты идеальна. Вот это же все-таки труд поддерживает. На самом деле, не то, что предрасположенность, я очень легко набираю мышечную массу. И также, ну, на бурюшкой и троской. Я обычно ем сладко, начну это с федеринарами, и гарниры там, все. А потом вечером, и ты кушаешься, и я делаю овощи срываешься. Просто нужно, наверное, пить больше воды и не зацепляться. Самое главное. Какие упражнения? Ты мне обещала упражнения для попы. Вот Букольца показала свой ряд упражнений для попы. Покажи и нам. Я надеюсь, она вот это упражнение показала? Нет, она показала, что надо прыгать. Нет, а я показывала там. Втягиваем нигодицы. Так, подожди, я должна это снять. Втягиваем свои булочки. Да. Завмещаем коленочки. Так. Вот, напрягаем максимум, поднимаем наверх. Ага. Показываем по полукругу. По полукругу? Послушай, я такое первый раз вижу по полукругу. Да. У тебя качается и правая, и качается, и левая, и качается. То есть, фактически, как бы ты танцуя, подкачиваешься, да? Видимо, вдохновленная балетными по танцоров, Лейсан вспоминает, что лучше всего у нее получается виртуозно растягивать собственное тело. Поэтому после старта основного курса для похудения она запускает еще одно направление, посвященное гибкости. Начну с бытовой части нашей жизни. Частые случаи. Резко встал с кровати, потянул спину. В гололед, ну это такие неудачные моменты, да, растянулся на шпагате и порвал связки. Поднял ребенка или любимую женщину, или любимого. Всякие случаи бывают. Либо нагнулся резко вперед. А встать не можем. Знакомая ситуация. А, и прочее. И все это заканчивается, как всегда, грустно. Грыжи, растяжения и другие травмы. Всех этих неприятных моментов можно избежать. Если хотя бы раз в день в быту делать несколько упражнений на гибкость. Мечтаете удивить любимого потрясающей растяжкой и за 60 дней сесть на шпагат? У кого же учиться гибкости, если не у гимнастки? Очень сложные элементы новичкам Лейсан не советует, но при этом старается выбирать самые эффективные. Так, упражнение «Доброе злое окошечко». Начинаем. Прогибаемся в пояснице и у вас должно быть ощущение, что ваша голова должна достать до ягодицы. Но это только ощущение. Мы с вами сейчас не делаем никакого подвига. Мы просто разминаем поясницу. Разминаем поясницу плавно, умеренно. Дыхаем равномерно и спокойно. Нет никаких рекомендаций. Вам должно быть комфортно. Это основная моя рекомендация. Теперь мы делаем злую окошечку. Подбородком максимально стараемся достать до груди. И максимально выгибаемся. Теперь делаем еще раз «Доброе злое окошечко». Теперь позиции «Доброе злое окошечко». Возможно, это не очень характерная для вас поза. Мы садимся. Садимся, но позиции «Доброе злое окошечко» мы сохраняем. Сохраняем, и поясница у нас привыкает к этой гибкости. Теперь мы делаем злую окошечко. Подбородком достаем до груди. И делаем нырок, нырок, нырок в пол. Вот так. И ложимся в долгую окошечку. Теперь еще раз. Встаем и делаем злую максимально. Помогают в этом деле Лейсан один из самых гибких парней на территории Российской Федерации. Виктор Ковалев и ее соратница по художественной гимнастике Диляра. Кстати, Диляра тоже мама, поэтому на съемочной площадке не обходится без казусов. Следующее упражнение «Лягушка». Мы растягиваем пахи. Сели в исходное положение. То есть, я сажусь. Держим спину прямую. Руками стараемся тянуть ножки. Да? Ты, может, тоже в модельный упадешь? Красавчик. Нет? Руками стараемся тянуть ноги. Для безупречной модницы Утяшевой, безусловно, важно техничное выполнение всех упражнений. Но, как и любая девушка, гимнастка очень переживается то, что надето на ней во время тренировки. Я, как человек, который связан со спортом, предпочитаю комфорт. Мне важно, чтобы меня ничего не стягивало, чтобы каждое мое движение поддавалось тому, в моей амплитуде. Чтобы не было такого жесткого топа, когда я поднимаю руку, и он трескается в самый неподходящий момент и в самом неподходящем месте. И, конечно же, я, как и все девочки, которые любят заниматься непосредственно спортом, стесняюсь, когда ты потеешь, чтобы под мышками не было вот этих кругов и все. Такие текстуры и ткани подбирать – это вот к профессионалу. Целиком и полностью за вечерние и спортивные луки Ли Исан отвечает ее стильная соратница Лина Дембикова. Вместе они создают незабываемые образы для выхода в свет. Я являюсь и соавтором курса, и преподавателем на курсе. Ты подключаешься к этой программе, в течение двух месяцев занимаешься собственным преображением. Ты получаешь знания, ты получаешь задания, будь то задания по подбору цветовой палитры, по подбору правильного фасона, по разбору своего собственного гардероба. Взять прямо открытие шкафы, разобрать, что надо, что не надо, по походу по магазинам. Это бьюти-история, в которой ты учишься краситься, ухаживать за собой, самому делать прически. Здесь самое главное самому. То есть девушку, которая приходит в этот курс, ее задача самой самостоятельно стать для себя классным стилистом. Ну, при помощи профессионалов, которые ее сопровождают в течение двух месяцев. Во время создания этого фильма Ли Исан Утяшевой исполнился 31 год. Она еще совсем молодая женщина, но уже с такой богатой биографией. Неудивительно, что во время создания клипа на трек «Все или ничего» рэпер Эль Ван сделал Утяшеву одной из героинь видео. Все, 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 все или ничего. Бежать как можно дальше от стереотипов – главный девиз Ли Исан. Быть мамой – это не значит поставить крест на карьере. Уйти из большого спорта не значит забросить свое тело навсегда. В этом мире, где мы так мало можем, ни в коем случае нельзя опускать руки. Утяшева старается быть по возможности максимально честной со зрителями и поклонниками. Она не боится признаваться в собственных провалах, открыто заявляет о недостатках. В общем, всячески показывает, что никто не идеален. А победа в этой бесконечной гонке зависит только от вашей силы воли. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!